друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставите лайки ну что ж сегодня поскольку среда сегодня мы подводим итоги двухдневного заседания американского регулятора и конечно же не только мы а вся общественность все инвесторы и трейдеры все участники финансовых рынков которые наблюдают за событиями на на площадках сегодня очень важный день для фондового рынка сегодня очень важный день для американского доллара потому что от того какой курс в дальнейшем выберет американский регулятор будет зависеть в прямом смысле все друзья если сейчас опять же обратить внимание на отдельные комментарии прогнозы инвестбанков мы традиционно а это делаем то большинство банков сегодняшнее событие выступление джерома паула характеризует как важнейшее событие для доллара за последние месяцы я бы не стал настолько преувеличивать данный инфоповод но все-таки обращаю ваше внимание что действительно сейчас не просто рядовое заседание американского регулятора сейчас заседание которое может стать ответом на вопрос как американский регулятор будет бороться с чрезмерными агрессивнейшими и крупнейшими за последние 10 лет распродажами рынка облигаций казначейских трежериса и сигналы о том что он будет делать для того чтобы остановить эти распродажи будет ли он вообще вмешиваться в текущую ситуацию и станут как раз катализаторами для дальнейшей динамики доллара сегодня друзья вам точно до заседания фрс она итоги будут подведены в 2100 по московскому времени в 2130 пресс-конференции сегодня вам точно нужно определиться с тем к лагерю каких трейдеров вы относитесь к покупателям доллара либо к продавцам потому что сегодня действительно будет очень важная торговая сессия не то чтобы судьбоносная но сегодня индекс доллара завершит день с очень сильным отклонением от тех значений которые мы видим сейчас и вполне возможно дальше текущее движение может стать началом для развития новой более выраженной от трендовых динамики я уже много раз говорил друзья то что для американского регулятора сейчас очень важно сделать рынки более менее стабильными спокойными назвать их а такими сейчас точно нельзя потому что все говорят буквальном смысле о том что серьезные распродажи казначейских облигаций непонятно на что опираются учитывая то что да не закладываются по то что будет расти инфляция из-за мер экономического стимулирования но в то же время сам американский регулятор неоднократно уже делал акцент на то что всплеск инфляции вызванный экономическими стимулами это только лишь временное явление и на временных факторах нельзя выстраивать позицию именно сброса а казначейских облигаций но вот почему-то к этим комментариям американского регулятора никто не прислушался и даже вот в моменте мы сейчас видим а трежерис на отметке 162 сотых процента это те самые максимальные уровни за последние 13 месяцев очень хорошо то что сейчас к итогам заседания фрс а мы подходим на таких пиковых значениях потому что фрс у точно не удастся обойти стороной текущую картину и поведение американских трежерис и может быть сам факт того что облигации продолжают оставаться а по доходности на таких значениях заставит фрс все-таки еще раз взглянуть на объективно на то что происходит и например что перенять опыт своих европейских коллег как я коммерки комментировал ранее которые на прошлой неделе европейский центральный банк анонсировали готовность покупки более высокого ассортимента облигаций и увеличили лимит из 60 миллиардов в месяц до 100 миллиардов если американский регулятор пойдет по стопам европейского центрального банка и забросит на рынок идею того что он готов покупать больше бумаг то есть готов проводить более выраженную мягкую экономическую политику этого будет достаточно чтобы остановить рост доходности облигаций спровоцировать этим самым а снижение курса американского доллара мягкая риторика фрс обязана фактически последовать сегодня по факту оглашения итогов еще и потому что мы по-прежнему наблюдаем за очень слабой экономической конъюнтуры статистикой в штатах накануне у нас было два важных релиза которые как бы вдовеса к последним отчетам по рынку труда позволяет нам понять что восстановление американской экономики но не такое динамичное как хотелось бы роничные продажи друзья спад на минус 3 процента против прогноза снижения на 0,5 процента то есть реальная цифра в 6 раз хуже промышленное производство минус 2 и 2 процента прогноза был также на положительные территории отметки на целых шестьдесятых процента реальная цифра гораздо хуже то есть американская экономика не сможет опираться на потребительскую активность на промышленный сектор на две вот этих важных компоненты при оценке ее будущих экономических перспектив то есть сейчас если бы мы поставили себе задачу определить насколько хорошим либо плохим может быть 1 и 2 квартал 2021 года скорее всего на фоне последних данных мы бы сделали вывод о том что экономический рост будет гораздо более сдержанным чем предполагали ранее оптимисты поэтому общая экономическая конъюнтура конечно же это доказательство того что американский регулятор не имеет абсолютно никакой возможности сейчас позволить себе даже намекнуть трейдером о потенциальном росте процентных ставок либо отказе от программы количественного осмягчения и более того если все-таки фрс хочет сохранить рынки стабильными контролируемыми а ему необходимо сегодня придерживаться более мягкой позиции и пообещать общественности и паулу опять же на пресс-конференции журналистам которые будут задавать ему вопросы что если общая фундаментальная картина изменится в худшую сторону то фрс а будет более проактивным и более активным с точки зрения новых мер стимулирования при такой риторики друзья доллар перейдет к снижению поэтому главный вопрос как поступит сегодня американский регулятор на фоне опять же мер экономического стимулирования которые ранее были приняты не забывайте про масштабы 1 и 9 триллиона это фактически 10 процентов от на ввп и поскольку я озвучил свою позицию считаю что фрс будет придерживаться мягкого подтекста я сегодня рекомендую также как и ранее оставить и верить в снижение курса доллара который как по мне завершит эту неделю в районе девяносто одного пункта или даже ниже золото продолжаем покупать 1735 здесь без каких-либо изменений и отклонений пусть фрс а варится как бы в своей повестке работает с инфляционными рисками с ростом доходности облигаций золота у нас довольно предсказуемый инструмент а здесь одного слова повышенной инфляции точнее вот этого сочетания слов достаточно чтобы оправдать его хеджевые свойства и позволить все-таки придерживаться дальше ланговых сделок нефть 68 51 есть две причины коррекционной динамики друзья но не переживайте я думаю что это лишь коррекция которая подкреплена новостным фоном но этот новостной фон недостаточен чтобы сломать именно тенденцию растущую опять же что это за новостной фон это намерение раны увеличить поставки нефти на территории китая практически вдвое сейчас по моему экспорт составляет порядка 450 тысяч баррелей а в сутки он будет увеличен до 850 уже концу этого месяца наглое поведение ирана который фактически находится под санкциями сша и может быть это попытка ирана прощупать приверженности нового испеченного американского президента санкционной политики прежнего президента но посмотрим как в итоге все завершится ну и я думаю что вы все прекрасно знаете о новостях о том что страны европейского союза франция германия италия сейчас спешно порядке отказываются от вакцины астрозенники из-за обнаруженных побочных эффектов в том числе риска на появление тромбоза и есть конечно же опасения что если это решение будет цепным то есть к этому ряду европейских стран присоединятся и другие то это существенно омрачит перспективы экономического роста поскольку поставит под удары вообще само понятие эффективной вакцинации населения но не будем настолько забегать вперед это пока что лишь прецедент отдельно я надеюсь то что в конце концов прочим вакцинам от файзера и модерны хватит скажем эффективности чтобы нивелировать вот этот вот риск связанный с астрозеникой а что касается позитивных факторов он пожалуй сейчас для рынка нефти главный я и его достаточно это дефицитное предложение на 1 и 3 миллиона баррелей в сутки и до следующего заседания опека картина а в целом не изменится поэтому я рекомендую придерживаться длинных позиций евро против доллара покупаем друзья и ставим на закрепление этого дуэт активов в конце недели выше отметки 1 20 по фунту тоже моя позиция бычья но это только лишь взгляд потому что я на фунтом не спекулирую все внимание покажет на европейскую валюту мнение по фондовому рынку вы знаете это покупки буквально всей а фондовой секции с расчетом на обновление новых исторических максимумов на этом собственно все хорошего торговой а сессии всем пока